Ульяна Бабаед, у второго микрофона, Комсомольская правда в Беларуси. Ваш вопрос. Здравствуйте. В последнее время в Беларуси ощущается вот такое усиление военной ритории. С одной стороны, Вы говорили в прошлом году, что Беларусь даже готова претендовать на Смоленск, на Калининградскую область. С другой стороны, чаще проводятся учения, Вы чаще посещаете войска, встречаетесь с половиками. И вот с чем это активно связано? Это, скажем так, опасения Майдана в Беларуси или это опасения российских настроений, вот этого российского крымнашизма на территории Беларуси? Или это какая-то подготовка к войне или, ну, действительно подготовка к вежлему захвату Смоленска? Выясните, пожалуйста. Ну, Вы немножко, Вы правильно сослались, но перевернули это так, как хотели. Есть такой прием, наверное, у журналистов, хотя я уверен, Вы знаете ответ на этот вопрос с моей стороны. Вы же прекрасно понимаете и, наверное, совсем не допускаете, что я претендую там на Смоленске, Псковске, Брянске или Калининград землю. Я абсолютно уверен, что это так. Но, тем не менее, этот вопрос задаете. Поэтому еще раз подчеркиваю, нам чужих земель не надо. Нам желательно свою никому не отдать, удержаться. Вот мы государство построили на этой земле. Желательно, чтобы эта земля осталась и нашим детям, и нашим внукам, и Вашим внукам, чтобы она осталась. Вот это будет самый большой подарок для меня. Меня, может, уже тогда не будет, когда Ваши внуки вырастут и будут жить как полноправные граждане на этой земле. Но все равно будет нас вспоминать и Вас тоже, что мы когда-то построили это государство. В этом главная моя задача. Когда я говорил о смоленских землях, псковских там и брянских, хотя в истории это было, это действительно было, вы же это отрицать не будете. Когда меня доставали с тем, что вот завтра Путин тут придет с батальонами, захватит наши земли белорусские, могилевские, витебские, а может всю Беларусь. Ну и я тогда риторически ответил, нет оснований, у нас больше оснований. Это обычная была риторическая шутка в ответ на те вопросы, которые меня доставали. Мы не претендуем на смоленские земли. У нас блестящее отношение со смолянами и теми людьми, которые живут на пригранице в нашем, если можно его так назвать. Это блестящее отношение. Мы помогаем друг другу, мы убираем там хлеб, они нам за это платят поставками топлива, заправляют комбайны автомобилей, где мы там пашем им. Они к нам приезжают, если мы их приглашаем там и не приглашаем. Здесь абсолютно нет разницы. Не чувствуется граница между двумя государствами. Что еще надо? Нам что, головная боль нужна еще? Ну представьте, Смоленск, Брянск и Псков, дополнительно к Беларуси, пол Беларуси. Вы понимаете, сколько там проблем? Поэтому с любой, с практической точки зрения, какой бы то ни было, такого вопроса никогда не стояло и не стоит. И потом, ну надо быть совершенно идиотом полным, чтобы претендовать на часть земель у такого гиганта, как Россия. Это что, реально? Это нереально. Вон Япония, гораздо мощнее государства, поддерживая Америкой. Она тоже хотела бы у России Курилы прибрать, там и другие острова. Но она даже не помышляет о том, чтобы силы или еще как-то их отнять. Это невозможно. В современном мире, в отношениях между даже мощными государствами. А не то, что небольшое государство сегодня готово у кого-то забрать землю. Поэтому надо успокоиться и понимать, что это была соответствующая шутка. И не больше. Мы поддерживаем с Россией и с этими регионами отличные отношения. И так будут строиться наши отношения и дальше. Но если кто-то с ума сошел или сойдет после меня, или еще в какие-то времена, ну так Господь ему в дорогу. Я думаю, белорусский народ не позволит ему подобным образом действовать. Что касается военной риторики. Ну я на сей счет уже говорил. Когда происходит определенное событие, и когда у нас нет такого ресурса, как в России, допустим, формировать такую армию. Но мы должны будущему, так сказать, мечтателю, агрессору, как его назвать, нанести непоправимый ущерб или неприемлемый, как мы говорим, ущерб. Мы должны иметь соответствующую армию, исходя из наших возможностей. Поэтому мы своими учеными военными, нашими военными вообще изучаем все конфликты в мире. Мы трижды переформатировали нашу армию. И я тоже не скрывал, мы пришли к тому, что у нас должны быть мобильные, хорошо вооруженные, подготовленные, выдрессированные мобильные части, которые могли появиться сегодня в Бресте, завтра в Витебске, буквально за полночи быть переброшенными. И создаем для этого технику, и создаем для этого вооружение, и нанести любой удар. Мы не сможем по фронту держать фронт, и фронта не будет. Мы не сможем плотность орудий, прочих вооружений и людей набрать столько, чтобы окружить кого-то и держать. Нет, нужны вот эти мобильные подразделения. И этот вывод мы сделали, исходя из нынешних войн. В том числе я изучаю вот эти конфликты доукраинского. Поэтому мы потихоньку, потихоньку свою армию таким образом приспосабливаем, не дай бог, не дай бог, какому-то конфликту, исходя из наших возможностей. Вот наша политика и наша идеология в этом отношении. Сейчас, если уж вы хотите, я все больше и больше поговариваю, не просто поговариваю, сегодня работаем, через некоторое время мы вам докажем это. Я говорю о том, чтобы мы имели свое оружие. У нас чье оружие? Российское. То есть оно советское, но основное производство сконцентрировано в России. Часть у нас, но только как часть создания этого оружия. Электроника, математика, оптика и так далее. Это у нас, это очень важно. Но основа там. А нам надо иметь хорошее оружие, хорошее, которое нам очень нужно сейчас. И чтобы будущий агрессор даже не помышлял воевать против Беларуси, вот такие системы нам нужны. И мы их через несколько месяцев будем иметь. Если уж абсолютно откровенно, но мы не хотим воевать. Мы не готовимся к войне. Но если, не дай Бог, что-то случится, я не хочу, чтобы вы меня прокляли, когда у нас нечем будет воевать. Поэтому порох нас держать сухим. Не я придумал. Когда у нас будет оружие, и люди будут подготовлены, никому не захочется с нами воевать. Пример тому Украина. Армии не было. Сейчас на марше приходится создавать армию. Армия была разрушена полностью практически. Этого быть не должно. Что касается Майдана, я уже не один раз об этом говорил. Если у кого-то есть такая в голове шальная мысль, что у Беларуси будет Майдан или возможен, чем раньше вы это из головы своей выбросите, тем лучше будет, потому что это место должно занять нужная для вашей жизни информация. Никогда в Беларуси Майдана не будет. Я пока президент, и у меня достаточно для этого полномочий и сил, чтобы предотвратить братоубийственную бойню. Никому, ни вам, ни мне, ни сидящим здесь, ни тем, кто нас слушает, Майдан не нужен. Есть отморозки. Есть. Ну так на это и власть есть, чтобы их нейтрализовать и не допустить стрельбы друг друга. Кто хочет воевать? По-моему, в Сирии война идет там, на территории Сирии. Вербуют во многих местах. Туда. На билет деньги дадим. Но воевать внутри нашей Беларуси, мирной, мы этим гордимся, безопасной страны, никому не будет позволено. Вот причина того, что Майдана здесь не будет. Я уже об этом говорил. Что касается некого российского нашизма, успокойтесь. Во-первых, России не до этого. Во-вторых, я даже у меня в голове не укладывается, что мы когда-то, мы русские люди, как я, на ворот, на хоккей иногда, на тренировке ругаюсь на своих игроков. Ты говорю, не русские там, или русские, не русские. Хотя там все белорусы и русские. Мы русские люди будем воевать с русскими. Вы как это представляете, что мы будем воевать? Я этого не представляю. Поэтому, когда меня начинают настораживать подобным образом, или говорить о том, что вот завтра, помните, в парламенте, вот завтра после Крыма Путин тут придет, захватит Белоруссию, в шутку сказал, что неизвестно, кто с кем потом воевать будет, если сюда придут русские. Наверное, мы тут объединимемся и будем воевать против наших общих врагов, если не сказать большего. Я в шутку это сказал. Поэтому я вообще не допускаю, не представляю, как русский человек придет в Беларусь воевать. Родной, на свою родную землю. Поэтому надо успокоиться, выбросить все эти гадости из головы. У нас слишком много проблем, которые надо решать. А если есть некоторые тут умники, которые любят палки в колеса ставить, и у нас, так называемые, свядомые, и отдельные, не то приехавшие, не то долго живущие здесь, считающие, что белорусская земля, это часть, ну, как они говорят сейчас, русского мира, и чуть ли не России. И забудьте, Беларусь, это суверенное и независимое государство, в котором живет порядка 10 миллионов человек, и каждый день, как я говорю, переворачивается около 2-2,5 миллионов наших гостей. Никто нам претензий не предъявил. Бывая здесь, мы всегда были гостеприимны к любому человеку, но заставим любого уважать наш суверенитет и независимость. Кто помышляет о том, что нет такой страны Беларусь, не было там и так далее. Не было, а сейчас есть. И с этим надо считаться. И мы свою землю никому не отдадим. Это моя задача. Как она нетрудна и тяжела, я ее решу. Я выполню свою миссию, чего бы это мне ни стоило. И за моей спиной стоят сотни тысяч таких людей вооруженных. Поэтому успокойтесь, живите спокойно, рожайте, растите детей. Поможем. Я имею в виду, растить поможем. Может, я не совсем удовлетворил вас своим ответом? Пожалуйста. Я думаю, после этого комсомолка к нам будет более благосклонней относиться. Будем надеяться. Спасибо. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...